Английский десант сошел на берег у Никольской сопки. Около тысячи солдат чуть ли не парадным шагом отправились к Петропавловску. Им навстречу вышли 350 наших бойцов. В неравном бою все 13 солдат орудийной батареи казачьего урядника Алексея Карандашева погибли под градом английских пуль. Одну лошадь, запряженную в колесницу с пушкой, убили. Она полетела вниз с обрыва, вторую ранили в глаз. Обезумев животное, понесло другое орудие в глубокий ров. Карандашев сумел остановить лошадь и сам, раненый в руку, вытащить из рва 250-килограммовую повозку, навести пушку и так удачно выстрелить, что выбил у англичан целую шеренгу солдат. Десант отступил к морю. Этот подвиг и этот бой стали кульминацией сражения при обороне Петропавловска в августе 1854 года. Это не самый известный эпизод Крымской войны, которая так называлась у нас. За рубежом ее именовали Восточной, но по сути она была войной мировой. Россия сражалась с ведущими военными державами – Англией, Францией, Сардинией, Турцией. Крымская война началась как война за политические интересы России на Черном море и на Балканах, но нападали на страну с разных сторон с одной целью. Ликвидировать военный флот как силу российского государства, чтобы господство Англии и Франции осталось на морях. Первая пушечная батарея была уничтожена почти сразу в начале боя 20 августа 1854-го. Вторая под командованием Александра Максутова несколько часов держала оборону. В течение 8 часов эту батарею расстреливали суда англо-французской эскадры, стоя прямо напротив нее. На защиту порта Петропавловска по призыву генерала Василия Завойко встали жители окрестных сел – все, кто могли держать оружие. В бухту прибыли военный транспорт «Двина» и после кругосветки, начатой в Кронштадте, парусный фрегат «Аврора». 2250 человек живой силы кадровых матросов и офицеров на кораблях англо-французской эскадры. И 926 человек защитников Петропавловска. Причем это 47-й флотский экипаж и жители, которые были призваны для обороны. Вражеский флот отступил. Это была одна из немногих побед в Крымской войне. Регулярная армия, как известно, терпела на Западе поражение. После кровопролитных боев Россия была вынуждена сдать Севастополь. А здесь, в Петропавловске, победу одержали ополченцы и казаки при поддержке матросов. О том, что теперь уже к северным российским берегам движется британская эскадра, монахи Соловецкого монастыря узнали за два месяца. Вывезли монастырские ценности и начали вооружаться. Были открыты хранилища, монастырские оружиеные палаты. Были оттуда вытащены древние оружия, копии, секиры, бедышины. На тот случай рукопашного боя. Все было покрыто громоздром жравчины. До земли были выкопаны 10 пушек старинные. Но только две из этих пушки были способны стрелять. 200 монахов, 370 вольно-наемных поселенцев, 53 пожилых военных и еще 20 арестантов Соловецкой тюрьмы, согласившиеся участвовать в обороне. Вот и вся живая сила, которую удалось собрать на Соловках. Но все были готовы биться до последнего. На монастырских кораблях из Архангельска привезли еще 10 пушек. Организовали две пушечные батареи на крепостной стене и на берегу. 6 июля 1854 года к Соловецкому архипелагу подошли два фрегата – «Миранда» и «Бриск». Подняли флаги и сделали три предупредительных выстрела. Это был сигнал к переговорам. Незнакомые с морскими правилами насельники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжалась около часа, закончилась ничем. На утро второго дня английский матрос привез ультиматум. Во-первых, там монахи осуждались за то, что стреляли по английскому флагу. Необходимо было в течение определенного времени сдаться гарнизону и открыть крепость. Так как в монастыре гарнизона нет, а только охраняющие солдаты, то и сдаваться как военно-пленным некому. Таков был ответ монастыря на ультиматум англичан. Обстрел обители продолжался больше шести часов. Выпущенные из монастыря ядра попали в Миранду. Судно получило пробойную и отчалило на ремонт. Англичане повредили стены Преображенского собора, проломили купол Никольской церкви. Часть монахов в это время молилась. Под огнем ходила к крестным ходам, защищая обитель духовно. После неудачной осады Соловков английская эскадра отправилась на остров Заяцкий. И там команда просто занялась грабежом. В Андреевском храм сквернили алтарную часть, сорвали подношения с икон, которые висели, собрали колокольчик, в общем, они занимались таким бородерством. Англичане чувствовали себя хозяевами на Белом море. В это время в его акватории находился только один русский корабль, но не добившись никакого успеха в захвате портов, ушли. Еще и были осмеяны потом европейской прессой. Британцы предприняли экспедицию к Соловецкому монастырю, но отступили после того, как у них был убит один человек. Издевались французские журналисты. Об этих подвигах на Дальнем Востоке, на Соловках, а еще в Азовском море, в Кронштадте и других местах во время Крымской войны говорят не так много, как о героической обороне Севастополя. Город, который пришлось оставить, был возвращен обратно на позорных для страны условиях. Никакого русского военного флота на Черном море. Эту войну против ведущих морских держав, как принято считать, страна тогда проиграла. Но соотечественники из разных уголков России, которые сражались не за политические интересы, а за свою землю, ее выиграли. Субтитры создавал DimaTorzok